Трансформеры 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 Да, Майкл Бейверса больше не существует. Хотя на фоне того, что они выпускают сейчас, я, как ни странно, начал ценить его гораздо больше. Это даже при том, что вторую часть писали уже посреди того, как снимались сцены, да, потому что в этот момент там была активна забастовка сценаристов, и я думаю, мне не нужно пояснять вам про качество текста, да, и, в общем-то, и про первую часть особо пояснять за качество текста не нужно, но в любом случае. У них, по крайней мере, было очарование великовозрастного ребенка, который заимел себе достаточно много денег для того, чтобы играться с игрушками на большом экране. В этом, по крайней мере, была какая-нибудь душа. Сейчас я читаю немножко другие тезисы. Сейчас я читаю заявления от актеров про то, что теперь, когда у нас в касте есть черные коричневые люди, теперь у нас есть новые элементы, понимаете, не просто репрезентация, мы вам показываем что-то, что вы не так часто на экране видите, не просто в трансформерах, а в принципе, что, конечно же, звучит абсолютно абсурдно, но я так понимаю, что Голливуд в последнее время очень любит изобретать вещи в первый раз, которые кто-то уже изобрел до них лет 50 назад. Это нормально абсолютно, тем более, когда мы даем возможность разговаривать актерам, не достигшим еще возраста, это лет 30-35, которые на полном серьезе думают, что они революционеры нашего времени, как будто они делают что-то по-настоящему уникальное, особенно в рамках франшизы, которая буквально существует для того, чтобы арестовать на компьютере роботов, заставлять бить их друг друга в лицо с пафосными спецэффектами и собирать деньги на китайцах. Они ведь на полном серьезе верят во всю эту брехню. Для нас невероятная удача быть в позиции, где мы можем рассказать миру историю о нас и о нашей культуре. Это трансформеры, мы говорим про трансформеров, это франшиза, где роботы превращаются в машины, теперь они превращаются в гигантских горилл, насколько я понимаю, если вы больше фанатеете по животам, то вот теперь у вас есть такая возможность, хотя я помню вторую часть, и там они превращались буквально в людей, потому что Майкла Бэя никогда нельзя подпускать к сценарию, его нужно подпускать только к спецэффектам, но это уже немножко другая история. Мало кто может в такой позиции оказаться, и мы, будучи актерами, режиссерами, мы понимаем, что работаем просто с невероятным масштабом, да, и для нас невероятная ответственность нести на своих плечах такой вес. Они реально думают, что они очень важны для мировой культуры. Они реально думают, что они очень важны, будучи в фильме, где роботы бьют друг друга в лицо, я говорю это уже в третий раз, но суть, я думаю, понятна. Понимаете, в чем проблема этих замечательных, я уверен, очень добрых людей? Их проблема в том, что они периодически забывают о том, что помимо призвания у них есть работа. Их работа заключается в том, чтобы развлекать людей. Не в том, чтобы, подобно Прометею, нести этим клятым белым с гендерным неандертальцем огонь в виде черной латиносовской репрезентации, которой до них было достаточно, достаточно много. Но они на полном серьезе верят, что они действительно такие важные революционеры. По крайней мере, они безобидны. По крайней мере, это просто дешманский пиар, который в очередной раз доказывает, что Парамаунту еще нужно достичь уровня своих только-только прозревающих братьев из Disney и Warner Bros., которые вроде как начинают допирать, что, может быть, апеллировать все-таки нужно к фанатам. Потому что нормезы будут смотреть это в любом случае и отпугивать их не стоит. А вот фанаты еще подумают, понимаете? И фанаты трансформеров, они хотят смотреть на то, как роботы дерутся, а не на то, как им репрезентируют культуру, к которой они, может быть, имеют отношение сами. Но, учитывая демографику, скорее всего, все-таки нет. Но это ладно. Это, по крайней мере, безобидно. Знаете, что не безобидно? Небезопасно, когда режиссеры, по-настоящему большие ответственные лица, которые руководят бюджетами, когда они начинают мнить себя сам себе режиссерами и отвечать клятым троллям, которые, ну, просто довели уже, просто сил у них уже не остается. Нужно выйти и пояснить за свою позицию. Что, конечно же, лучше всего делать, когда вы снимаете пятого Индиану Джонса. Знаете, вот эта вот франшиза, которая последний раз, когда я проверял, закончила на не очень оптимистичной ноте, на ноте критики даже со стороны нормезов, более известных, как группа, которая, по большей части, предпочитает отмалчиваться и не высказывать свое недовольство, но при этом все еще может выразить его неотдачей вам денег, о чем Голливуд в последнее время почему-то не особо переживает, но только-только вот начинает понимать, что, наверное, деньги им все-таки нужны, потому что, как ни странно, они не бесконечные. Может быть, Индиана Джонс из всех возможных франшиз должен, во-первых, он должен умереть, потому что он должен был умереть еще на третьей части, но почему-то он до сих пор жив, я не знаю почему. Может быть, Индиана Джонс из всех возможных франшиз не должен пытаться байтить свою аудиторию и брать ее на понт, при том, что мы уже были научены опытом с Кевином Смитом и понимаем, что никому из этих людей верить нельзя ни в коем случае. Сразу после сообщения от спонсоров мы, конечно же, поясним почему. Булочки, если вам интересна история, политика и актуальные новости, подписывайтесь на канал Гроза Николая Россова. Николай, дипломированный магистр истории, ведет свой канал, где подробно рассказывает о событиях прошлого века в России и в мире, истории мировых цивилизаций 20 века, а также в серии авторских стримов рассказывает о личностях Ленина, Сталина и других исторически выдающихся. Все обложки автор рисует сам. Подпишитесь и поддержите Николая и его уникальный контент лайком и подпиской. Первым делом вопрос, на который я до сих пор не могу найти ответа. Кто хочет смотреть на 80-летнего Индиану Джонса? Скорее всего никто, но тот факт, что эти фильмы существуют, говорит, что может быть я чего-то не понимаю. С другой стороны, я не понимаю, почему Харрисон Форд продолжает сниматься, в чем бы то ни было вообще, хотя каждый раз, когда он появляется на экране, у него на лице написано, насколько он заебался и не хочет там находиться. Я не знаю, может быть только когда дело касается Лукас-фильма и Кейтлин Кеннеди. Я, кстати говоря, напоминаю, что Кейтлин Кеннеди все еще выступает генеральным продюсером и все еще занимается этой картиной напрямую, что станет важно через несколько минут, когда мы начнем пояснять за слухи, что Индиану Джонса заменит женщину, потому что это звучит как хорошая идея, не правда ли? Реакция на этот трейлер оказалась по большей части положительной, но не идеальной. Мы говорим про соотношение где-то процентов 65, может быть 70 на 30. И комментарии в основном состоят из уже привычных мемов про то, что мой любимый момент был где Икс, при том, что момента Икс в трейлере не было, и зачастую это мемы про Морган Тайм и всякие такие вот штуки. Короче говоря, всерьез, люди это дело особо не воспринимают, но так или иначе Нормизы все равно дадут ему шанс, я уверен. Вопрос в том, с какими впечатлениями они оттуда выйдут, потому что в прошлый раз, а прошлый раз к этому моменту был уже 14 лет назад, если я ничего не путаю, Харрисон Форд, кстати говоря, с тех пор вообще нихрена не помолодел, хотя учитывая то, насколько далеко продвинулись компьютеры, может быть у них будет другое мнение на эту тему, но в любом случае, даже в прошлый раз это дело не очень хорошо прокатило. А в прошлый раз Индианой Джонсом занимались люди, которые по идее должны относиться к нему с уважением. Что вы думаете произойдет, когда Дисней во главе с Кэтлин Кеннеди будут заниматься им? Скорее всего, ничего хорошего. Что же пошло не так? Трейлер, который они выпустили несколько дней назад, очень жирно намекает на элементы путешествий во времени, что уже само по себе кринж, но ладно. Ладно, предположим, что они знают, что они делают. Они не знают на самом деле, но предположим. Дело в том, что слухи, которые циркулировали в интернете, начиная чуть ли не с 2021 года, и особенно за несколько дней до публикации трейлера, достаточно близко соответствуют тому, что там в итоге показали. По крайней мере, из тех немногих футажей, которые он нам представляет. Сюки, трейлер пока что еще не супербольшой, не слишком полноценный, но тем не менее. Тем не менее, какие-то выводы уже можно сделать. Также он буквально называется «Циферблат судьбы», поэтому да. Эти слухи на протяжении года носили довольно разносторонний характер, но все так или иначе сводится к одному очень простому пункту. Индиану Джонса якобы, предположительно мы пока что еще точно не знаем, но якобы собираются заменить на Фиби Уоллер-Бридж. Я помню, как впервые услышал об этом еще в сентябре 2021 года, и тогда Кэтлин Кеннеди и Лукас Филм не решились предоставлять никаких комментариев. Что, как ни странно, правильный выбор, потому что если вы не хотите будить зверя, если вы не хотите тыкать медведя палкой, то, наверное, лучшее, что вы можете сделать, это убрать из рук палку и не тыкать медведя, да. То есть вы можете просто смотреть на него издалека, но желательно делать это молча, и может быть тогда у вас получится не вызывать к себе гораздо больше ненависти, чем вы в любом случае вызовете, да, но так ее будет хотя бы немножко меньше. Это уже лучший враг хорошего, что я хочу сказать. Это то, как Голливуд работал раньше. Вы наверняка замечали в их кругах это негласное правило. Продюсеры не обсуждают друг друга, актеры стараются, особо друг друга не обсуждают за исключением каких-нибудь очень хайповых актуальных тем, все то, что происходит в Голливуде, по идее, в теории, если получится, должно оставаться в Голливуде. Потом, конечно, кто-нибудь настучит, внезапно вскроется то, о чем все и так знали, но теперь это что-то страшное, Харви Вайнштейн сядет и все встанет на круги своя в очередной раз, но в основе своей не поменяется. Последние несколько лет я замечаю, что тренд все-таки решил перемениться. Все-таки они решили пойти немножко в другую сторону. Они теперь пытаются быть немножко ближе к народу. Наиболее актуальные сливы по поводу пятого Индиана Джонса появились 19 дней назад, по крайней мере, это ближайшая ссылка, которую я смог найти, на Форчине. И да, я понимаю, что воспринимать Форчин как легитимный источник информации не стоит. В конце концов, они знамениты тем, что любят просто поднимать масло в огонь. Помните оверлорда DVD, которого я периодически привожу как легитимного источника информации? Даже ему Форчин он и сливал, но так или иначе, по поводу девятого эпизода Звездных войн, он все равно оказался прав и с этим спорить не получится. Вот один из таких источников на Форчине всплыл и рассказал нам несколько интересных пунктов, как минимум один из которых в итоге оказывается правдой в трейлере. Индиана Джонс 5 сосет и Джеймс Мэнголд Лгун. Джеймс Мэнголд, это я напоминаю, режиссер нашей новой, ожидаемой, конечно же, картины. Индиана Джонс 5 только что провел свои тестовые показы, и на одном из них был я. В целом народу очень-очень сильно не нравится. Вы тут можете заметить намеки на то, что нас ожидают путешествия во времени, на то, что там будет Антонио Бандерас, Мац Миккельсен, которые, в общем-то, хорошо отыгрывают. И, как минимум, путешествия во времени в итоге нам показывают сейчас в трейлере, да? То есть это придает этим сливам легитимности. Окажутся они в итоге правдивыми или нет, мы не знаем. Однако эти же сливы в очередной раз подтверждают то, что Фиби Уоллер-Бридж, которая там играет дико раздражающую мразь, скорее всего Индиану Джонса заменит. Мой показ, видимо, имеется в виду концовка, которую выбрали специфически для этого показа, потому что пятый Индиана Джонс, как я помню, тоже по слухам отснял их несколько, и вот они сейчас тестируют, какая лучше зайдет. Мой показ заканчивался тем, как молодой Инди жертвует собой для того, чтобы спасти Хелену. Хелена — это персонаж, которого играет Фиби Уоллер-Бридж. Хелена поднимает его шапку, потому что иконична, и фильм заканчивается монтажом ее иконических, точнее, иконических сцен Индиана Джонса, но теперь на их, на месте Индиана Джонса теперь стоит она, потому что она на себя переняла его образ, так сказать, и, естественно, все это под аккомпанемент саундтрека Джона Уильямса, которого мы, конечно же, все очень любим и уважаем, а в самом конце мы видим надпись «Хелена вернется», потому что слухи про то, что они собираются делать шоу для Дисней Плюса, тоже, возможно, имеют какой-то вес. То есть, еще раз, за несколько дней до публикации трейлера выходят вот эти слухи, которые ничем не подтверждены, потом выходит трейлер и подтверждает как минимум один из этих пунктов. Таким образом, все остальные пункты автоматически приобретают высокую степень легитимности, потому что, ну, раз это было правдой, то наверняка и все остальное тоже правда, что, конечно же, не обязательно так, да, мы до сих пор не знаем, действительно ли все так получится, и, конечно же, не стоит пытаться объяснить злым умыслом то, что можно объяснить тупостью, или в данном конкретном случае просто так совпало, да, может быть. Однако режиссеру было что сказать, он не мог просто спокойно сидеть и ждать, когда люди среагируют на готовый продукт, потому что его задрало. Ему надоели тролли, которые пытаются собрать классы и таким образом заработать бабки. Что-то мне это напоминает. В своем твиттере он начал получать сообщения следующего толка, некоторые из них уже удалены. Идиана Джонс и Циперблат Судьбы, конечно же, выглядят замечательно, Джеймс Мэнголд, однако, если Инди умрет, его сотрут, так сказать, из существования и заменят Фиби Уоллер-Бридж, то в таком случае ты больше никогда не сможешь отмыться от этого позора, дорогой мой. Тебе постоянно будут это припоминать. И много-много других вариаций, на что он начал отвечать следующее. Джеймс Мэнголда мы сейчас читаем. Еще раз повторяю, до этого он тоже подобное описал, но теперь из-за того, что у слуха появилась большая легитимность, ему приходится себя повторять. В очередной раз хочу напомнить, не будет никаких замен, никто не будет никого заменять, никто не будет стираться из существования через какие бы то ни было смешные обстоятельства, которые никто не мог предсказать. Такого никогда не задумывалось, ни в каком из возможных вариантов сценария, которых было великое множество. Но вы продолжаете верить троллям, которые, конечно же, не остановятся и будут троллировать дальше, потому что это то, как они собирают клики. В каком-то смысле, разве попытка снять пятого Индиану Джонса в принципе не является так же попыткой заработать кликов, собрать классы, если хотите. Ну, то есть, другими словами, заработать не на панике, а на ностальгии. Да, вы берете что-то, с чем у людей уже есть установленная эмоциональная связь, в данном случае классический персонаж, на котором целое поколение выросло, и в очередной раз оставляете его танцевать на своих веревочках, для того, чтобы нормизы, которые узнают его имя, а также олдскульные фанаты, которые узнают его имя быстрее нормизов, пошли туда чисто потому, что они это имя узнали, и больше ни по какой другой причине. Вы занимаетесь буквально тем же самым в Голливуде, но почему-то считаете себя лучше, чем все остальные, в том числе лучше, чем такие люди, как я. Ну, я имею в виду, определенно богаче, но лучше, не знаю, не знаю. Разница между троллирующими мудаками и нормальными людьми заключается в том, что первые профитируют от ваших чувств, понимаете? Они собирают классы, они собирают кликбейтом ваши лайки и ваши просмотры рекламных вставок, и таким образом продолжают этот порочный круг. Они зарабатывают на ваших чувствах относительно фильмов, культуры в целом, а также политики, многих подобных топиков. Это буквально то, что делаете в Голливуде. Вы просто немножко более, немножко более дорогостоящие, но суть остается буквально той же самой. Вы делаете буквально то же самое. В чем именно здесь заключается обвинение Джеймса Монгольда, я вот, просто честно, не очень понимаю. Они подцепляют спорные моменты, или моменты, на которых можно поспекулировать, как будто бы их им сообщают некие уважительные источники, и собирают на этом клики. Остановитесь. Остановитесь. Ради всего святого. Пришло время остановиться. Вся эта ситуация что-то мне подозрительно напоминает. Что-то, что я освещал в прошлом году. Что-то, что закончилось не лучшим образом для главного героя этой истории. Помните, как буквально тем же самым занимался Кевин Смит, ответственный за съемку продолжения Химена? Помните, как Кевин Смит в ответе на сливы, которые у себя на канале осветили ClownFishTV, объяснял это в соответствующем видео, если хотите, поищите, вряд ли оно будет лежать очень далеко. Помните, как он всячески отрицал эти слухи, говорил, что никто Химена не заменит? Это не будет шоу чисто про Тилу другого персонажа, про которого никто шоу смотреть не хотел, но в итоге пришлось, потому что это то, что Кевин Смит вам снял, так что вы будете рады, сука, и вы это сожрете с удовольствием. Никто не собирается делать то, что любой здоровомыслящий человек скажет, это было плохой идеей, да, а потом так в итоге получилось. То есть он натурально лгал. Кевин Смит натурально врал, когда ему задавали прямые вопросы, а получилось с точностью наоборот. Люди оказались обожжены этим случаем, да, потому что у нас больше нету безоговорочного прецедента, что ответственные лица, там, режиссеры, продюсеры, они в интернете всегда говорят исключительно правду, потому что если бы они говорили не только правду, то тогда их можно было бы легально прижать за недобросовестную рекламу, а даже если прижать неюридически, то просто потерять к ним любое доверие. Теперь такое может произойти. Правда, в случае с Монголдом я могу понять его раздражение, да, потому что на подобные слухи он отвечает весь последний год. У нас есть скриншоты из ноября, когда они в очередной раз всплывали, когда всплывали новые фотографии с места событий, да, с места съемок. Я могу понять, почему он уже просто заебался, отвечает людям на одни и те же самые вопросы, да, ну, то же сердце у него не выдерживает. У нас есть даже скрины с прошлого года, даже с июня, с 2021, когда, возможно, еще тогда начали всплывать слухи о том, что Фиби Воллер-Бридж в итоге Диану Джонса заменит. Человек устал, я понимаю. И я готов даже поверить в то, что эти слухи действительно неправдивы, да, что они действительности не соответствуют, и, может быть, он просто пытается вбить людям в голову одну очень простую истину, никто Диану Джонса не заменит. Может быть. А может быть и нет. Лучше для него, чтобы это не оказалось правдой. Потому что, если оно правдой окажется, то он никогда не сможет отмыться от этого позора. Диана Джонс — это не просто классический персонаж, не просто любимый народом персонаж. Это икона. Это икона целого поколения, икона целой эпохи кинематографа, отдельного жанра, отдельного я не знаю чего. Да, все знают, кто такой Индиана Джонс. Это священная корова, которую вы лишний раз трогать не хотите, если, конечно, вы не абсолютно поехавшие. Если, конечно, вы не Кейтлин Кеннеди, которая, я напоминаю, все еще является генеральным продюсером Лука Сартса, и которая известна также тем, что появляется и очень любит, что самое главное — гордиться этим, да, любит появляться на публике в футболке силой «Звездных войн» женского пола. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что в пятом Индиане Джонсе, которого генерально продюсирует Кейтлин Кеннеди, есть ли вероятность того, что Индиану Джонса заменят на женщину? Я думаю, что да, я думаю, что такая вероятность есть, потому что им занимается Кейтлин Кеннеди. Вы понимаете, откуда берутся эти опасения, да? Мы говорим об индустрии, где Джеймс Кэмерон, будучи невероятно популярным, невероятно успешным человеком, поясняет своей аудитории за то, что тестостерон — это токсин, который нужно выводить из организма. Так он его расценивал, не особо задумываясь о том, что это штука, которая буквально позволяет ему жить в теле, ну, знаете, потому что она отвечает за рост мускулатуры, которая тебе нужна для того, чтобы двигаться, но, может быть, он имел это в виду метфорично, да, то есть нам нужно отказаться от своей мускулиности, нам нужно перестать быть мужчинами для того, чтобы жить в мире стало лучше, я полагаю, это люди, которые на полном серьезе говорят эти вещи. Да, может быть, они пытаются просто апеллировать к аудитории, может быть, они думают, что это что-то сейчас популярное, может быть, они думают, что если сказать это достаточно много раз, то их начнут больше любить, их начнут больше уважать. Я не понимаю, о чем они думают. Эти люди абсолютно сумасшедшие. Они живут в каком-то другом параллельном мире, до которого мы с вами никогда не дойдем, потому что у нас недостаточно много денег. Для того, чтобы построить себе из этих денег дом, или что они с ними делают, я не знаю. Наверное, просто подтираются, выкидывают с дирижабли, если бы они были достаточно добрыми, но, скорее всего, нет, скорее всего, они просто покупают себе гору золота где-нибудь в подвале и купаются в ней, как скрут шмадак. Я не знаю, что еще они могут с этим сделать, потому что они уже поехавшие к этому моменту. Они думают в совершенно другой парадигме. И это люди, которые занимаются продолжениями наших любимых франшиз, наших любимых интеллектуальных собственностей. Они говорят нам, что это мы вруны, что это мы распространяем слухи, что это мы не знаем, что для нас лучше, а потом делают диаметрально противоположное. Голливуд абсолютно сошел с катушек. И он не учится на своих ошибках. Он делает вид, как будто он учится на своих ошибках. По крайней мере, когда кошелек прижмет, когда окажется, что деньги закончились, и нужно все-таки начать снова их зарабатывать. Но до этого нет. До этого мы получаем Индиану Джонса, которого, возможно, заменят на женщину, но, возможно, нет, мы пока еще точно не знаем. Мы получаем трансформеров, которые занимаются активизмом, потому что это то, чем трансформеры известны. Это мир, в котором мы живем. Я надеюсь, что вы рады. Я надеюсь, что вы очень-очень, сука, рады. Я лично рад тому, что стримы переезжают на Twitch. Напоминаю, ссылка в описании. Twitch slash KultasLife, или как-то так он называется. Увижу вас там уже, возможно, завтра или послезавтра. А сейчас спасибо вам, мои дорогие сладенькие мальчики и девочки, за то, что вы посмотрели это видео до конца. Лайк с комментариями всегда очень к месту приходится. И спасибо вам за то, что вы такие булочки по жизни. И, между прочим, я вас люблю.